Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 километров получается от нас не 30 20 километров по трассе 20 километров от нас 40 километров в общем от нашей деревни там много всяких саженцев но там в основном плодовых вот таких яблоки этого нет но там есть всякие разные кустарники боярышник мы еще прикупили вам айву барбариса что-то такое ну в общем много каких-то тоже саженцев это все тоже посадили все должно расти 2 новые груши в общем обрастаем пока потихоньку деревьями все это размещаем на участке сейчас в ближайшее время надо будет распланировать потому что все это весь все что там есть сейчас распахано это будет использоваться под другое они под овощное то есть овощи в теплице мы кстати да вынесли вынесли уже рассаду туда но потому что уже ее дома держать не было смысла она уже перерастала но вот мороза немножко нам ее конечно подпортили но ну ничего не поделаешь какая есть такая есть ее уже надо пора уже в землю высаживать как всегда поторопились тем чтобы ее чтобы семена сеять надо было намного позже опять сеять и спокойно сейчас бы она еще росла чтобы не было возвратных замор да кстати по поводу опять вернемся к земле если эта земля будет использоваться под картошку надо будет раскультивировать еще один на большой участок я пока сейчас остановился на месте где у меня стоят пчелы первый тачок я их правда пока не увез но планирую все таких увезти потому что здесь уже у меня весенний медосбор закончился на том тачке все еще продолжается то есть там намного лучше я думал что здесь все дождусь цветения садов одуванчиков и в принципе когда буду здесь делить ими туда уже буду увозить деленные но как-то мне совсем не устраивает что здесь происходит здесь вообще ничего не собирают редкая пчела летает там же вообще очень хорошо еще летают об ножку несут все семьи сильные и слабые то есть там ввиду того что разные высоты есть и лес глухой есть там в глухом лесу естественно холоднее и там ива и до сих пор еще цветет например у нас здесь по всей деревне уже на открытых местах она давно уже отцвела и не естественно никакого нектара не выделяет в общем там я пчел всех увезу и там попробую раскультивировать под картошку то есть картошка нам поможет избавиться в этом году от сорняков потому что ботва густая и фактически ничего сквозь нее не прорастает ну и там такая земля она уже рыхлая то есть ее будет просто довольно просто на нулевую раскультивировать без вспашки и посадить там картошку то есть она там прекрасно думаю что вырастет другую почву займем под что-нибудь полезное потому что картошка это вещь такая которая есть всегда то есть мне кажется не бы не бывает такого года чтобы картошка не выросла какая-никакая но на год она всегда вырастает поэтому занимать под нее какую-то полезную площадь участка не имеет смысла поскольку здесь мы вокруг земля она и грех ее в общем не использовать сейчас у меня кстати также в планах начать летнюю кухню делать абсолютно из материала который я найду не буду покупать ничего постараюсь исключительно обойтись природным каким-то природным природными богатствами которые уже никому не нужны никак не представляют никакой ценности для государства сразу повторюсь что ничего такого в лесу воровать не собираюсь в общем посмотрим сейчас ищу к большие камни я нашел несколько больших камней но я не смог когда доставить от 1 протащил 100 метров но потом все трактором я их пытаюсь тащить но не получилось я решил что действительно для такого для такой построю которую я строю на перебор тот камень что тащил потому что он слишком огромный был буду сейчас искать поменьше закладывать грубо говоря фундаменты возводить потому что кухня нам нужно летом они как обычно все на затягиваются надолго кстати наконец-то в этом году у нас будет смородина потому что кусты после обрезки они обычно не дают никаких плодов в этом году уже не мы ничего не обрезали поэтому очень много веток очень много завязей очень много цветов поэтому надеюсь будет много ягод ладно на этом пока я думаю все еще светло наконец-то теперь светло можно дольше что-то делать но все равно ничего не успеем потому что трава она начинает расти быстрее все начинает зарастать уже поэтому приходится бороться со всем этим мы не сторонники того что чтобы сажать в дерн потому что там ничего не растет поэтому приходится это все постепенно постепенно облагораживает но уже наши 18 соток фактически уже не свободной земли у нас здесь которую бы мы который бы мы не приложили руку в общем ладно идеи очень много лучше мы их будем освещать по мере их поступления у нас в этом году год под эгидой проходит естественно вообще всего и строительство и с пчелами я перехожу к более таким натуральным материалам точнее не к более натуральным а исключительно ко всем натуральным материалам потому что зимовка этого года она мне показала что не стоит использовать промышленные подходы в маленьких таких пасеках в пасеках где-то до 100 семей лучше используют старые дедовские способы естественно ну понятное дело что модернизированные я имею ввиду способы именно физического инвентаря утепление там холстиков и прочего то есть и промышленное вот это пчеловодство когда там у тебя 300 тысячи или еще сколько-то пчел семей но все-таки наверное не подходит для обычных людей но это осознание приходит обычно у всех но в какое-то в разное время потому что ну не имеет смысла до держа 5 или 10 пчел семей условно говоря да держать их точно так же как держат на больших пасеках где где их тысяча то есть это гигантомания от нее очень тяжело избавиться поэтому это все приходит со временем в общем все всем пока пока